добрый день господа сегодня 9 марта 2021 года музей псалева спустя два дня после праздника 40-летия ленинградского рок-клуба отмечали этот праздник все неравнодушные рокеры и петербурга и страны и за рубежом возможно действительно большой проходил сам праздник куба время время n называется клуб на биржевой улице дом 12 ну я там сожалению так и не побывал было интересно сказали ну записи видел и первые команды которые там увидел была группа россияне конечно бижоры в бас играл сережа семенов хорошие приятели лёша соколов был на барабанах прокудина гитара потом там еще подсоединяюсь ребята ну неважно я хотел вспомнить историю как я впервые еще дорог клуба 79 году побывал на первом сейшине как так и назывались эти тусовки которые провалились в различных дико при заводах при каких-то припятиях в юношеских клубах но вот данный сейшин самый первый на котором я был когда мне было 17 проходил в дико энергетик в районе площади площади александра несколько да вот и там были команды гальф стрим мифы хамелеонщик за была такая команда и самое главное россияне хэрлайнеры были там вот и я впервые вал на этом сейшине как сейчас помню эти сейшины стоили 3 рубля как мне обещали рубль шел устроителю рубль шел арендодателем то есть этому самому клубу энергетик и рубль музыкантом вот я был там со своим со своими друзьями это был андрей синчук последующим басист таких групп как нокаут на летающей крепость роком ролл сети муха cc в общем известный товарищ джонни его гоняло и мой друг сериал светков там был еще вот мы тогда только поступили в техникум морского приборостроения где было множество музыкантов которые скрывались от армии потому что там была военная кафедра ну и важно в общем впервые я увидел там россиян жопу жору ордановского на барабанах был петухов в бас андрюша васильев клавишные олег азаров второй гитарист кроме жоры был по-моему мержевский фамилия он же играл на скрипке ну я могу ошибаться просто столько времени прошло но он меня покорил своей игрой на гитаре в общем было весело ну и конечно сама атмосфера но что в хиппи прямо в зале курили ну в общем конечно в пили портвейн народу было битком где только не было и в проходах еще не на фонарях висели вот и увидев значит а затем я познакомился одним из барабанщиков группа россиян россияне евгений палов с которым нас долгое время связывала дружба и он меня познакомился многими музыкантами и вообще моя жизнь протекала уже в такой в творческой струе вот и то что я увидел на в записи на этом концерте я имею ввиду 40 лет вел там сереже минова как которого с хорошо знаю сколько 10 ну я не все что хотел сказать сказал продолжать ну а в общем но сейчас о некоторых проблемах я до сих пор музыцирую я уже так сказать зарабатываю на жизнь тем что получаю пенсию по инвалидности иногда играю на гитаре